Мы гоноримся частенькой своей краины, а когда я об этом кажусь замежная гостья, по частям гонору, возрастаешь матрасова. Но при этом нечем макшимом выкинуть из окна машины пустую бутыльку, и покинуть после наведывания лесу невеликую взвалку. Быть мощным, донесись с месяца до урны. Этот заклик наразился не на пустом месте. Акция «Частый лес» становится уже традиционной и проводится по инициативе Министерства лесной господарки Беларуси притягнуть увагу громадкости до необходности бережливых относин до головного природного ресурса краины. Задача застается неизменной уже 9 годов. Зараз лесы занимаются в Беларуси около 40% территории. И только в первом погоде этого года на их потребление в належном стане лесгасом было выдавлено больше 50 миллионов рублей. Акция «Чистый лес» – доброчинная. Организаторы кажут, что принять ее и удел макшим и смел кожный небояковый человек. К сожалению, приходится констатировать, что некоторые наши граждане любят отдыхать в чистых местах, но не всегда оставляют эти места в том состоянии, в котором их нашли. И наше сегодня дело – помочь природе избавиться от того мусора, который оставлено не совсем добросовестными гражданами. Все лето акция «Чистый лес» проходила по некоторых накерунках. Некто избирал у леса смельцы, некто высаживал новые древы. На профессиональной мове этот процесс называется дополнением лесных культур. Работа тем больше необходимая, что в вынику летней активизации караеда пришлось высекать тысячу гектаров сосновых насаджений. Посадка на этом месте саженцев почалась практически одразу, але климатичные умовы тогда оказались и не вельми сприяльными. У вуглю подаденных образцового леса господарского обеднания на Агомичине у денегами акции стали маль 8 тысяч человек. Жадание до помощи у наведения парадку выказались у представителей Следующего комитета, инспекции по хове живой и растительного света, комитета природных ресурсов и комитета державного контроля, плюс представители политических партий, громадских организаций, студенты и школьники. Конечно, должны приниматься иные меры по цивилизованному обращению или нахождению на природе. Для этого предпринимаются определенные усилия, мы как контролеры смотрим за этим вопросом, но одномоментно, конечно же, обустроить и создать те же зоны отдыха на природе, благоустроенные, огороженные со стоянками. Это все в перспективе, я думаю, что в ближайшее время оно у нас будет, и все-таки меньше будет мусора, меньше свалок. Особливую увагу сегодня-то надали добропарадку непомников воинам Червоной Армии, яке знаходица в лесных массивах, ниде просто убрали листья, ниде пофарбывали огороджи. Областным лесогасподаршим обеднания кажуть, что сметия в лесах становится меньше, али проблема застаётся. У минулом годе лесгасы Гоминской области вывезли на свалки больше тысячу кубометров бытовых отходов. Ещё остаётся актуальная проблема по садоводческим товариществам. Не все садоводческие товарищества заключены в ЖКХ по уборке мусора. Конечно, здесь проблема, но мы эту проблему отслеживаем. Работают у нас камеры фотоловушки, поэтому приходится иногда наказывать. Но в целом тенденция идёт в снижение по мусору. Олег Синчаров, Василий Осипцов, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гоминь».